Всем привет! У меня тут обстановка наирабочая. Я готовлю раствор для того, чтобы поливать мои декоративно растущие неорхидейные кусты. Вот такие вот у меня деревья, практически под потолок. У меня много напольных вазонов, в которых растут декоративно-лиственные растения, либо те растения, которые в домашних условиях являются комнатными цветами. И тоже могут цвести. Так, сейчас я готовлю раствор для растений, которые цветут. У меня тут совсем чуть-чуть осталось раствора. Вот таким вот, видите, всё на дне баночки. Часто поливаю. Поливаю где-то, не носила я их раз в месяц. Могу полить два раза в месяц. Зависит от периода, в котором я применяю вот этот раствор. Сейчас конец зимы и начало весны. Как раз самое время для того, чтобы дать подпитку моим комнатным цветам аминокислотами. Вот, поэтому я буду использовать вот этот богатый состав. Здесь ещё очень хороший состав. Я вам много раз говорила уже. Повторюсь, состав хороший. Но вот по НПК-формуле и микроэлементам, конечно, это не перекроет потребности растений. Вот, поэтому я поливаю в первую очередь как роста регулятором, роста стимулятором, аминокислоты, протеиногенные, непротеиногенные. У меня идут в полив моим комнатным цветам. А минеральные составы, которые я использую для подкормки моих комнатных цветов, конечно, никто не отменял. Можно применять любые, какие только есть возможность у вас приобрести. У меня шкафы забиты разными удобрениями, которые я применяю для комнатных цветов моих, но для орхидеи там у меня отдельные шкафы. Всё, здесь норма разведения для комнатных цветов совсем другая. Норма разведения от рекомендации 10 мл на литр воды. Я беру 5 мл на литр воды, потому что свои комнатные растения я проливаю по сухой земле. На 2-литровую банку сболтать обязательно, оседает очень сильно. Со временем вот эти составы, видите, какой он густой. Вот эти составы, они проходят во время даже хранения. Процесс ферментации дальнейший. И уже запаха совершенно нет. Так, я сейчас беру на 2-литровую банку 10 мл концентрата раствора с аминокислотами. Вот так. В такой же норме я добавляю раствор сюда. Если вы проливаете по влажной земле, то можно взять 10 мл на литр воды. Но я одновременно экономлю и одновременно защищаю корни от разных видов ожогов. Хотя этот раствор, он очень-очень деликатным является. И корневая система, уже, поверьте мне, столько лет, да, поливая уже, отлично сохраняется, растения начинают стартовать в рост просто восхитительно. У меня как-то в телеграм-канале девчонки некоторые высказывали мнение о том, что вообще аминокисл, ну, в частности, бывает для орхидеи, да, часто используем, и я вам показываю, что нет эффекта. Вы знаете, на вот один или два подобных комментария у меня, наверное, сотни комментариев, которые очень хвалят этот состав. И я тоже не зря его на канале показываю. А бы что, лабудень, я вам показывать никогда не буду. Раз поливаю, раз применяю, значит, есть в этом смысл. И итоговый эффект, реакция растений на полив вот этим составом, ну, просто восхитительный. Я приводила пример в телеграм-канале своим девчонкам, рассказывала. Пошла к косметологу своему, вот, и она заказала в начале декабря месяца, я ей тоже вот была у неё до этого, да, я ей посоветовала. Она говорит, у меня занимается она декоративно растущими комнатными растениями, очень плотно. Она говорит, у меня некоторые растения совсем не хотят расти. И когда я ей сказала, Наталья, попробуйте, попробуйте взять, вот, она купила для декоративно растущих. Вот такой аминосил, только для дикоросов. Я прихожу к ней через месяц, она, говорит, тут же заказала, через два дня пришло по Валберес. Я ей отправила прямую ссылку, чтобы она не купила там где-то что-то как-то. Вот. По прямой ссылке прошла, и результат через месяц она мне показала, у меня глаза на лоб полезны. Она говорит, Ирина, вы знаете, через 10 дней после полива вот для декоросов аминосилом, у неё те растения, которые совсем не хотели расти, приросли десятками новых побегов. Она говорит, если честно, вот если бы кто-то мне сказал, я бы не поверила. Но я, говорит, вам поверила, вам доверилась, и не зря. Спасибо вам большое. Человек действительно открыто поблагодарил за то, что я посоветовала ей вот применять для её декоросов вот этот вот состав. Вот такой она купила, показала мне бутылечек. Смотрите, по составу есть, но совсем незначительное отличие. У декоросов немножко больше азота. Вот в формуле, видите. По фосфору 1,2, фосфора 1,8 у цветущих комнатных растений. По калию 1%, здесь калия 2%. То есть для цветущих калия побольше в формуле, а для декоросов побольше азота в формуле. Ну, понятно, что декоративно растущие растения, нам, естественно, интересна их большая, наземная, развитая, мощная часть. Да, поэтому декоративно растущие растения не цветущие, вот, поливаются вот по такой формуле. И результат, как мне сказала моя косметолога, она говорит, Ирин, я в шоке, если честно. Так, это моя пальма, кстати, обезглавленная. Помните, я на канале кидала клич «Девчонки, кому побеги?» Ростки, которые вот обрезала вот здесь. Вот, видите, сразу деления много пошло, видите? Вот, раз, два, три, четыре. Вообще, в этой зимой я поливала только аминосилом, вот свою эту пальму. И Татьяне я отправила большой-большой развитый побег. Она, говорит, прекрасно укоренился, пошел в рост. А вот так вот истекание стволика, вот, видите, дает очень хороший плотный прирост по верхней части отсеченного стволика. Так, да что, поливаем большой горшок, у меня много раз вам показывала. Ну, знаете как, лишним, ой, полный, все, у меня тут все разливается. Одной рукой держишь камеру, а другой рукой поливаешь. Ну, это, правда, декоративно-лиственная у меня штучка. Ну, раз я уже развела такой для цветущих комнатных, я таким, бывает, поливаю. А бывает для декоративно-лиственных. Так, вот здесь нужно мне порядок навести мои кливья. Видите, она нижние листочки сбрасывает, а у нее постоянно вот такое вот листозамещение происходит. Верхняя часть очень сильно развита. Ее нужно, конечно, делить. Я знаю, что кливья нужно в один ствол ввести. Вот, девчонки, вы знаете, не до этого. С орхидеей бы, с орхидеями бы, вы знаете, вот справиться, что называется. Поэтому этим говорю, как хотите, так и растите. Так, очень хороший прирост по побегам после формирования куста дала моя толстяночка, денежное дерево. А здесь уже давно надо было полить. Что-то как-то я пропустила. Это хлорофитум. Чуть-чуть листочки подвисли, но они потом в себя придут. После полива быстро восстанавливаются. Очень часто дают вот эти вот такие на стеблях побеги, да. Цветут вот они на краешках, видно. Я обрезаю нещадно их. Вот, не жалею. Потому что разрастаются, сейчас я вам покажу, просто жутко, как они разрастаются. Вот тоже, наверное, месяц назад я убирала вот эту нижнюю часть. Прореживала ее, потому что бывает в нижней части просто караул какой-то. Вот, ну и наверху она, смотрите, как видите, тоже хорошо. Развивается очень много дала побегов. Вот, когда я пересаживала этот хлорофитум, у меня вот тут вот в середине был сам кустик. Не знаю, что снимаю, девчонки, что-то снимаю, наверное. Вот здесь вот, видите. Старый кустик ушел, но от него вышло очень много деленок. Вот, это он сейчас уже пить хочет. Даже зеленый активный оттенок листиков чуть-чуть ушел. Сейчас он напьется, станет более активным. Ой, это такой выпивуха, он меня замучил. И вот так кончики сохнут листочков. Это сухой воздух, он у меня растет. Смотрите, где экстремальные условия. У меня здесь масляный отопитель стоит, спрятан. Сейчас уже выключен, слава богу, нет в нем нужды. Вот, поэтому вот так. Замяк улькасы очень хорошо реагирует на аминастил. Вот этот, помните, я практически без корневой системы пересаживала. Но как там получилось? Там получилось, что нижняя часть старой посадки корневой системы, она пропала. И я укореняла эту орхидею при помощи микоризы. Заселяла прямо в грунт, по поверхности, потом впрыскивала. Посмотрите, два побега. Это вот после укоренения. Очень, кстати, хорошо укоренился. Я думала, сложновато ему будет. Нет, отлично укоренился. И вот всю зиму, после того, как я пересаживала, я его в начале ноября месяца. И вот всю зиму я его поливала именно аминастилом для дикоросов. Вот, поэтому, ну, как бы, кто во что гораст, да, кто к чему привык. Если мне нравится состав, я буду им пользоваться. Вот нравится всё, значит, нет смысла подбирать что-то другое. Что ещё нравится в этом составе? Мало того, что очень деликатно воздействует препарат. Ну, продукт этот, да, аминокислоты на корневую систему очень деликатно. Корневая система не страдает при правильном разведении. Даже при поливе сухой земли. Вот сейчас вы видели, что тут было всё сухо. Я с этим раствором в два раза уменьшенной концентрации полила сейчас по сухой земле. Но этим составом не засолишь корневую систему. Потому что, и грунты, потому что это органический состав. Микрофлоры, экосистема посадки, микроорганизмы посадки тоже питаются этим составом. Понимаете? И поэтому вот эта вот золотая середина, баланс корневой системы, богатой экосистемы посадки, дружественная флора, которая очень хорошо, в том числе, питается этим составом. И приводит к очень хорошим результатам. В том числе и укоренение пересаженных растений. Ну и поддержки их в период недостатка света. Потому что у меня вот эти растения комнатные, они у меня не подсвечиваются. У меня подсвечиваются только орхидеи. Эти растут, получая свет из вот этих вот окон в пол, которые у меня здесь в зимнем саду. Потихоньку подливаю, потому что грунта много. Вот так. Здесь два побега. Сейчас я вам второй замик покажу, который тоже укореняла. Вместе с вами пересаживали. Всю зиму я его тоже поливала аминосилом для декоративно-лиственных растений. Сейчас посмотрим, сколько там побегов. Девочки, нет, не два побега. Смотрите, вот он один, вот он второй. И сейчас заглядываю, думаю, что это там земля как-то извержилась. Вот, видите, вот он третий вышел. Новый лист. Вот так вот. Вот эти пни я не стала убирать, потому что заглубляла, и мне не хотелось, чтобы там какая-нибудь гниль пошла. Потому что все-таки после пересадки нужно дождаться стабилизации экосистемы посадки, чтобы дружественная флора стала преобладать над отрицательной флорой. Потому что в грунтах все что угодно может быть. Вот. Поэтому потом, вот сейчас она уже укоренилась, можно будет выкрутить. Против часовой стрелки вот так вот взять и выкрутить их. Но это я потом уже сделаю, одной рукой неудобно. Так, вот второй замиоколькас. Посмотрите, что делает. Горшок большой, по-моему, пятилитровый. Ну, вместе с вами пересаживали. Побегов за зиму после пересадки, практически одновременно я со вторым его пересаживала. Это начало ноября. Побегов, вот он, один. Помните, вот этот хвост я оставила? Многие на меня наругались. Говорят, надо было отрезать. Вот это все потом укоренить отдельно. Можно было. Можно было отрезать, потом укоренить. Надо было ждать, чтобы место среза подсохло. У меня там на то время не было времени. Поэтому я его вот оставила. И вот, знаете, получите, что хотели. Так, вот он один. Вот он второй. Вот он огромный третий. И где-то вышел четвертый. Короче, за зиму он прирос четырьмя новыми листьями. У замеокулькасов вот эти стебли. Эти новые побеги называются почему-то листья. Я не знаю почему. Вот. А это вместе с вами, помните, делили цимбидиум айс каскад. Многие у меня про него спрашивают. Маленький кустик был. Помните, да, что я отделила. Не сильно большое растение было. Но сейчас вот новый побег вышел. И у него очень хороший прирост из центров старых побегов. Отлично сейчас выглядит. Вот. Поэтому хорошо прошел процесс деления, укоренения. Ну, все, все как должно быть. И вот этот я тоже буду поливать подготовленным растворчиком с аминосилом. Ну, девчонки, вот что есть, то и показываю. Выводы делайте сами. Ну, то, что я услышала от своего косметолога, она действительно была в восторге. Десять дней после полива. Очень большой прирост. Вот, знаете, там прям шапка наросла мелких побегов. И я через месяц, когда пришла уже к ней, она мне показала там уже подрощенную часть. Всех тех растений, которые она поливала. Я была, конечно, восхищена результатом. Поэтому делать выводы вам самим. Я показываю только то, что я использую. Так, ну, я, конечно, и цимбидиум полью. Не часто я его поливаю. Поливаю зимой раз где-то в три недели. Замиакулькас тоже поливаю зимой раз в три недели. Бывает в две с половиной. Всё зависит от того, как выглядят вот эти вот нарощенные стебелёчки. Начинают сжиматься. Думаю, ага, значит, не хватает что-то им там в поливе. Вот, что я имею в виду. Видите, как бы они гармошечкой начинают идти. Поэтому подливаю воды тогда почаще. Но тоже здесь нужно быть аккуратным. Особенно в поливе замиакулькаса, чтобы нижняя корневая система ни в коем случае не перегнила. Нужно делать очень хороший дренажный слой. Вот так вы сегодня поучаствовали в поливе моих не орхидей. Комнатные цветы у меня тоже есть. Правда, немного. Конечно, у меня есть цветы, которые могут стоять на полу. Большие вот эти вазоны. Орхидеи, конечно, у меня занимают самые-самые лакомые местечки. Вот, кстати, вот этим же аминосилом для комнатных цветущих растений можно поливать орхидеи. Потому что очень часто у меня об этом спрашивают. Там немножко отличается состав. Но, знаете, отличие совершенно незначимо. Какие-то десятки от процентов туда плюс-минус. Ну, тоже роли никакой не играют. Особо значимый. Вот, поэтому я могу, конечно, оставить вам ссылочку, прямую ссылочку, для того, чтобы купить этот самый настоящий оригинальный продукт, чтобы у вас не было никаких вопросов к тому, что вы купили. Вот, ссылочку оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии. Вот этой вот красоте, вот этой великорослой. У меня рост метр шестьдесят восемь. А эта дылда, я не знаю, она уже, наверное, ну, наверное, два двадцать где-то. Чуть-чуть осталось, скоро будем расти туда, к соседям. Привет соседям будет называться. Всё, показала вам. Надеюсь, видео сегодня было для вас полезным, занимательным, увлекательным. А мне остаётся пожелать вам всего доброго, здоровья, благополучия. Всего вам самого-самого. Как-то мне в комментариях попросили, Ирина, я уже много раз жду от вас пожелания наидобрейшего. Поэтому всем всего самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. До новых встреч.